По данным областного управления здравоохранения, на сегодняшний день наша область оснащена 120 тысячами прививочных доз для ревакцинации против COVID-19. Дополнительное число доз будет выделяться в случае необходимости. Руководство управления здравоохранения добавило, что пройденная ревакцинация будет действительно полгода. В очередь это будут получать медицинские работники непосредственно, работающие в лечебных учреждениях. Это наши стационары, поликлиники, приоритет. Далее получают также педагоги, лица старше 50 лет, сотрудники полиции, непосредственно люди, работающие с населением. Поэтому сегодня мы даем старт у повторной ревакцинации. Она прежде добровольная остается? Да, добровольная. Но те люди, которые получили уже вакцину, имеют паспорт вакцинации, я думаю, что лучше получить повторную ревакцинацию, так как благодаря коллективному иммунитету мы сегодня находимся в зеленой зоне. То есть ревакцинация теперь будет проводиться каждые 6 месяцев. А вот по вопросу обезьянь и оспы есть что-нибудь рассказать? Как вообще у нас в стране планируют какие-то мероприятия противодействия ей? Или вообще вот в России выявлено уже случай обезьянь и оспы или еще нет? Ну вот по оспе обезьян, вы знаете, да, сейчас вот в европейских странах, в странах Азии, Африки, да, выявляется вирус оспе обезьян. То есть, ну мы тоже ожидаем, не исключается, что возможно в нашу страну тоже придет. Ну в очередь это будут получать медицинские работники непосредственно, работающие в лечебных учреждениях. Это наши стационары, поликлиники, приоритет. Далее получают также педагоги, лица старше 50 лет, сотрудники полиции, ну непосредственно люди, работающие с населением. Поэтому сегодня, ну как бы, мы даем старт у повторной ревакцинации. Рустем Исаев и его заместитель Бекбулат из Басара сегодня прошли ревакцинацию по месту прикрепления в городской поликлинике номер 4. Здесь, по данным врачей, процедуры прививания проходят в штатном режиме. В сутки вакцину от коронавируса в среднем получают 320 человек. Мы стараемся много вакцины на себе не брать, чтобы вакцина у нас, например, мы взяли 1170 доз. Мы как по мере расходу потом обратно со склада берем еще дополнительно. Сейчас в основном приходят у нас люди, которые выезжают за границу, посещают Европу, Россию. Вот с этой целью для прохождения границы они приходят вакцинируются. Есть люди, пенсионеры у нас, уже у которых срок прошел полгода, они проходят повторную вакцинацию, повторную ревакцинацию. В ходе ревакцинации глава облздрава также рассказал и о готовящейся загубке ПЦР-тестов для возможной борьбы со вспышкой обезьян и оспы по стране. Сейчас разрабатываются в России специальные тесты для определения оспы обезьян. И есть договоренность между двумя министерствами, что, скорее всего, мы будем закупаться у России. Уже на совещании Министерства здравоохранения нам доносили информацию о том, что предположительно уже будет закуп, но конкретной даты я не могу сказать. Сроки начала завоза новых ПЦР-тестов пока неизвестны. Также Рустем Исаев добавил, что сейчас в разработке находятся и процедуры вакцинации данного вида оспы. Влад Рогушев, Юрий Шаповалов, программа «Факт».